с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 16 августа день малинового варенья праздник появился благодаря популярному кулинарному интернет сообществу которая решила возобновить старую славянскую традицию в древние времена на руси было принято отмечать день почитания малины малинник как раз в середине августа ну а теперь о родившихся год 1934 в этот мир приходит французский актер и кинорежиссер пьер ришар 1954 джеймс камерон американский кинорежиссер рождается 16 августа терминатор чужие терминатор 2 титаник аватар и много много других интересных творческих проектов в 1958 году появилась на свет мадонна луиза вероника чикона или просто мадонна американская певица когда-то она была простой девушкой с родинкой на лице и высветленными волосами аля мерилин монро в начале карьеры певицу актрису практически никто всерьез ты не воспринимал музыку считали посредственной а голос обыкновенным мог много таких поет считалось что и актерское мастерство прошло как бы мимо нее и она начинает долгий путь к славе в ее жизни были как говорится огонь и вода и медные трубы в результате госпожа чикона на сегодняшний день одна из самых узнаваемых на планете не просто певица людей одни запомнили ее коническую грудь на одном из концертов другим по душе многочисленные скандалы а вокруг поп-дивы ну а некоторые любят ее творчество события дня 1812 год под смоленском начинается двухдневное оборонительное сражение русских войск с армии наполеона втягивая наполеоновские войска вглубь страны и без крупных боев главнокомандующий барклай де толи срывает планы главного француза навязать генеральное сражение в невыгодных для русских условиях однако оставить смоленск вообще без боя ему все же не удается наполеон въезжает в горящий город триумфатором и войдя в приготовленные ему апартаменты как бы бросает кампания 1812 года окончена через пленного генерала он предлагает александру первому мир но ответа не получает барклай де толи через два дня смещен с поста главнокомандующего но назначенный вместо него михаил кутузов счет действия предшественника верными и продолжил стратегию барклая 1941 год стал днем появления приказа ставки верховного главнокомандования номер 270 согласно которому все советские военнослужащие сдавшиеся в плен по собственной воле а также те кто был захвачен при независимых от них обстоятельствах объявлялись изменниками родины 1945 год в москве между ссср и польшей подписывается договор о советской польской границе в основу которой положена линия кирзона предложено еще в 1919 двадцатом годах 1965 год в ссср проходит финал первого крупного детского футбольного турнира кожаный мяч он появился благодаря инициативе льва яшина в мае 64 пионерская правда публикует положение об организации соревнований дворовых футбольных команд и призыв создавать команды и соревноваться концу года их уже насчитывалось 170 тысяч они объединили в своих огромное количество человек 3 миллиона мальчишек весной 65 начинаются игры а в августе определяются 20 финалистов эти команды приезжают в москву где с 16 августа на стадионе динамо разыгрывается финальный турнир причем открыли соревнования по тем временам весьма эффектно прямо на футбольное поле опустился вертолет из которого вышли члены штаба кожаного мяча лев яшин алексей хомич виктор понедельник валентин иванов и другие легенды советского футбола 1969 год в москве скончался марк наумович бернес в последние годы он очень много гастролировал причем почему-то в соц странах получаем множество восторженных откликов в печатных изданиях фильме щит и меч 68 года за кадром в исполнении бернеса прозвучала песня своеобразный гимн с чего начинается родина а за месяц до смерти артист с одного дубля записывает легендарную песню журавли она становится последней в его биографии похоронен на новодевичьем кладбище 1976 год на большой экран выходит кинокомедия эльдара рязанова ирония судьбы или с легким паром дело в том что премьера картины прошла на телевидении 1 января чиновники из госки но досадуя что столь успешный проект был отдан телевидению дали указание рязанову создать срочную версию для кинопроката ну чтоб деньги заработать однако зрители ждет разочарование из прокатной версии вырезают две песни целый ряд замечательных эпизодов сокращают диалоги персонажей телеверсия оказалась намного интересней 1987 год совершенно неожиданно для всех умирает один из самых любимых публика актеров театра и кино народный артист рсфср андрей миронов в последние дни он на гастролях театра сатиры в прибалтике 14 августа играют женитьбу фигаро за 10 минут до конца спектакля во время финального монолога фигаро на фразе то ли потому что я ей нравлюсь больше сегодня она оказывает предпочтение мне миронов отступил назад опирается рукой а беседку и оседает его друг и партнер александр ширвиндт он играл роль графа подхватывает андрея и на руках уносит за кулисы и кричит занавес миронов был доставлен в местную больницу где через два дня не приходя в сознание скончался умер он от кровоизлияния в мозг в результате разорвавшиеся аневризмы аорты 1988 год в 20 километрах от станции балагой октябрьской железной дороги крушение пассажирского поезда аврора состав мчавшийся со скоростью 160 километров в час рухнул под откос на железно дорожном полотне устояли лишь три вагона в перевернувшихся вагонах вспыхнул тому же пожар из-за бездорожья в район катастрофы спасатели прибывают с огромным опозданием в результате крушения погибает более 30 человек раненых 180 1995 год сверхзвуковой турбореактивный авиалайнер concorde французской компании air france установил рекорд скорости для пассажирских самолетов приземлившись после облета вокруг земли в нью-йоркском аэропорту имени кеннеди спустя 31 час 27 минут и 49 секунд после того как с него же излетел путь в 40 тысяч 400 километров был преодолен со средней скоростью внимание 1783 километров в час и с шестью заправочными посадками во франции объединенных арабских эмиратах таиланде гватемале на гавайях и в мексике на борту 99 пассажиров 18 членов экипажа медвежонок и еще не родившийся ребенок которого родители запланировали назвать джет то есть реактивные или реактивная ну и самое последнее сегодня в сша день памяти элвиса пресли 16 августа 1977 года он умирает течение одного только следующего дня продается 20 миллионов копий его альбомов в день похорон 75 тысяч человек пытаются приблизиться гробу в дом элвиса присылают 3166 букетов живых цветов в течение первого года со дня смерти могилу короля рок-н-ролла посещают полтора миллиона поклонников сейчас к ней ежегодно приезжает около 700 тысяч элвиса манов рекорд кстати поставлен в девяносто пятом когда могилу посетили семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят два человека в 1988 в сша регистрируется первая пресс-литерианская церковь элвиса божественного фанатики веют что элвис диктует песни с того света что существует его клон и что рожденный в северной каролине и нареченный элвисом пресли паттерсона младенец это и есть пришествие певца почти 50 тысяч фанатов копируют внешность короля а 11 миллионов американцев до сих пор считают что элвис пресли жив просто он инсценировал собственную смерть чтобы спокойно уйти со сцены как говорил михаил михайлович живанецкий про другого нашего певца иосифа кобзона это же надо так петь видимо надо с вами был николай пивненко в проекте дата